Дорогие друзья, все эти годы меня как эксперта финансового рынка, как аналитика, наконец, как трейдера постоянно допытывают различными вопросами и, знаете, большая часть из них сводится к теме от каких уровней я собираюсь покупать или продавать нефть, до какой цены может дойти золото или где дно, вероятно, находится по евро-доллару, например. Вот если так или иначе, большая часть этих вопросов, она сводится к поиску неких волшебных уровней и к мнению, что вот есть какой-то эксперт многоопытный, который практически точно или почти точно знает, на самом деле, от каких цен до каких цен движутся финансовые инструменты. На самом деле здесь кроется, в общем, большая ошибка и можно так, если радикально выразиться, свести все это к мысли, что уровни на самом деле ничто, а вот ценовая картинка это все. Если говорить о поиске моментов оптимальных для входа в сделку, то это именно, как правило, момент и не в первую далеко очередь цена. Постепенно, шаг за шагом, трейдер открывается картина рынка. И если вы думаете, что вот когда я записываю очередные видео с недельными обзорами, то я заранее знаю все, что будет происходить на неделю вперед, то это далеко не так. Я просто рассказываю вам о возможностях, говорю о тех возможных поворотах, которые нас могут ждать, о каких-то вероятных сценариях развития событий, на что обратить внимание. Но в действительности и мне тоже открывается эта картина постепенно, шаг за шагом. И итоговое решение, как правило, опытный трейдер принимает не исходя из заранее заданного уровня, он не расставляет повсюду какие-то отложенные ордера в рынке, а как правило он оценивает ценовую картинку. То есть тот паттерн, шаблон, если хотите, да, некий набор сигналов, который указывает, что рынок постепенно созревает для движения. И вот тогда, собственно говоря, и следует сделка. В моем случае я делюсь, как правило, на своем блоге, вы знаете, сигналами. И эти сигналы всегда складываются в моменте. Я могу заранее описывать какие-то ситуации, но конечное решение сам для себя. Я, безусловно, принимаю тогда, когда я вижу картину. И на самом деле, сколько я знаю, большинство опытных трейдеров поступают именно таким образом. Поэтому я хотел бы этот момент заострить, что, как правило, не думайте, что в тот момент, когда увидели, скажем, обзор тот же самый на неделю наш, торговая неделя, вы будете знать фактически все ходы и выходы в рынке. И фактически более важно иметь определенную связь прямую с экспертом именно в те моменты, когда, собственно, и происходят сами события. Именно поэтому я предпочитаю подавать подобные сигналы онлайн. И именно вот такого рода сделки, они оказываются наилучшими в плане не просто соотношения максимально хорошего профита к риску, но и в плане самой возможности более или менее гарантированно эту прибыль получить и свести, насколько, опять же, это в человеческих силах к минимуму, всей ситуации, когда что-то может в рынке пойти не так. С уровнями это практически почти невозможно сделать, а вот в процессе складывающейся картинки рынка, в общем, можно. Поэтому сводится мой посыл сегодня к тому, что, знаете, как это говорят, вот монетки упавшие не надо искать под фонарем, там, где светлее, да, потому что там легче искать. Искать надо там, где есть большая вероятность найти. И вот здесь такая же история. Не ищите монетки под фонарем, не ждите от экспертов, что они вам дадут четкий прогноз на неделю, месяц или год. В основном в наших силах и в наших возможностях оценивать баланс факторов, набор этих факторов, когда они складываются воедино в общий пазл. И вот как только этот пазл подает, что называется, признаки, что движение вот начинается в определенную сторону, все, оно готово. Какие-то фундаментальные моменты, новостные созрели, технические детали. Вот в эти, собственно, моменты и нужно действовать. Как китайцы говорят, искусство жизни заключается в сочетании расслабления и напряжения. Моменты расслабления, моменты напряжения. Точно так же искусство трейдера заключается в умении сочетать моменты, когда нужно действовать, и моменты, когда правильнее бездействовать. Вот это сочетание, собственно говоря, как правило, и отличает успешно торгующего трейдера от трейдера просто многое увлечено торгующего. Чем быстрее мы к этой истине приходим, тем быстрее следуют нужные нам ожидаемые результаты.